Да, анекдот с бородой. Давайте, отжигайте. Это где-то в 60-х годах еще мне помню. Мама рассказала, но он рассказал ему о кухне, я запомнила, но так иногда вспоминаем. Но прежде чем его рассказать, маленькая такая справочка. Раньше женщины носили зимнее пальто и наверх одевали такой прикладной воротник из лисы, ну черноборку. Иногда черноборки были с лапками, там с мордочкой, с хвостиком, и это называлось горжетка. И вот когда часто женщина одевает пальто, а потом одевает эту горжетку. И потом приходит, горжетку снимает и пальто вешает. И вот постоянно, когда горжетка одевается и снимается, она немножко шею утирает. Ну вот. А раньше телевидения не было, а было радио. Оно изменяло все. В том числе была такая передача, спрашивая, чем. Ну конечно, передача уже человек профессиональный, он был подкованный. Ну вот случилось так, он заболел. Тут начинается недо, значит. Ну и попросили, эфир горит, попросили стажера, говорит, посидите, пожалуйста, на ответах. Ну посадили вот, ну там всякие вопросы найдут. Вдруг звонит ему домой, говорит. Молодой человек, вы знаете, у меня вот постоянно вытирается горжетка. Скажите, пожалуйста, как мне быть, что мне делать? Как это исправить? Ну он думал-вдумал, был молодой, неопытный. Ничего не знал и говорит. Поменьше ездите на велосипеде. Что, простите? Что, 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 что? Ну подумал-подумал, молодой, неопытный. Что сказать не знает, неподготовленный. И говорит. Ну чтобы у вас горжетка не вытиралась, поменьше ездите на велосипеде. Это проёжик. Да, 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 да. Это проёжик. Какой? Ой. Спасибо большое. 363-365.